Добрый вечер! В эфире информационная программа «Автограф дня». Сегодня с вами Артемий Заварзин и вот некоторые темы нашего выпуска. Вместо бездорожья современная магистраль. Второй участок дороги Брин-Наволок-Плесецк сегодня был открыт для движения. Реконструкция шла больше года. Гараж на демонтаж. В Архангельске продолжается снос построек, которые признаны незаконными. Очередной рейд прошел сегодня. Расходы превысят доходы почти на 3 миллиарда рублей. В правительстве региона озвучили основные параметры областного бюджета на следующий год. По стапам великого ученого, ломоносовские премии нашли своих обладателей. Комиссия рассмотрела работу 38 человек. Имена лауреатов назвали сегодня. Но вначале спасатели продолжают работу на реке Северная Двина вблизи острова Турдеев. Там совершил аварийную посадку самолет Ан-2. Шасси самолета ушло под воду. В середине дня потоплено оказался и салон. Пока решается, каким способом технику эвакуировать с реки. Процесс затрудняют погодные условия. Ожидается снегопад. Дежурство на месте аварийной посадки несут специалисты регионального МЧС. К другим новостям. Сегодня в третьем чтении Госдума приняла законопроект о единовременной выплате пенсионерам 5000 рублей. Данная сумма станет заменой индексации, которая обычно осуществляется во второй половине года. В федеральном бюджете на эти цели будет предусмотрено свыше 200 миллионов рублей. Выплату в размере 5000 пенсионеры получат в январе 2017 года. Как это будет организовано в Архангельске, обязательно расскажем в ближайших выпусках. Всемирный потоп, легенда о наводнении, стала реальностью для архангелогородцев, проживающих на улице Первомайская. Три дня назад всю улицу залило водой. Коммунальные службы города не реагировали на крики горожан о помощи. Сегодня лед тронулся. Воды не стало ни в кранах, ни в колонках. И когда она появится и появится ли вообще – открытый вопрос. Поток лился, лился и, короче говоря, затопил всю улицу. Ничего не делается. Вот вчера поставили вечером эти ограничители, что проезд копают, земляные работы проводятся. И никого, ничего, и тишина кругом. Просто фонтан в течение трех дней. Когда мы позвонили в водоканал, нам ответили, что 11-го числа будет перекрыта вода. Вчера должны были приехать. Не приехали, безобразие. Они ночью приезжали около 12-ти часов в водоканал, поставили ограждение и все. Очевидно, что произошел очередной прорыв на водопроводе и что ликвидировать аварию рабочие будут уже на следующей неделе. На выходные дни жители улицы Первомайская остались без воды. А вот на Сульфате сегодня можно наблюдать позитивную картину. Стихийную свалку в районе улицы Ильича убрали. Причем более оперативно, чем мы ожидали. Материал о том, что у дома номер 39-2 на Ильича образовалась огромная несанкционированная свалка, мы показали накануне. Также выяснили, что за вылаз мусора в этом районе отвечает управляющая компания «Вводсервис». И что подобными картинками жителей Сульфата уже не удивишь. Тем не менее, эффект есть. Все, что накопилось на этом месте за несколько недель, было выведено на полигон еще вчера вечером. Очевидно, что дворник после этого здесь не появлялся. Неряшливость все-таки наблюдается. Но, согласитесь, разница между тем, что мы наблюдали вчера и отсняли сегодня, огромная. Напоминаем, телефон редакции 21 13 85. Звоните, приглашайте. Приедем и разберемся. Снести нельзя оставить. В Октябрьском округе Архангельска продолжается снос самовольно установленных гаражей. Владельцев незаконных объектов оповещают об этом заранее. Но, как правило, они не проявляют ни малейшего беспокойства о своем имуществе. Как проходит ликвидация лишних строений в сюжете Анны Поповой. Собственник этого гаража был уведомлен о демонтажении законной постройки за две недели. Но никак не отреагировал. В итоге строение снесли. Такие рейды проходят сейчас на территории Октябрьского округа. Разрешение на установку гаража на улице Свобода 27 администрация города никогда не давала. В этом году у нас тоже предусмотрено на эти цели порядка 14 гаражей. То есть по заявлению, либо по мониторингу по округу мы выявляем незаконные объекты. Обследуем территорию. Если это все незаконно, выносим это все на рабочую группу. Рабочая группа уже принимает решение. Законными методами мы извещаем собственника, чтобы он в добровольном порядке убрал незаконный объект. Снос самовольно установленных построек проводится за счет городского бюджета. Только в Октябрьском округе на эти цели в 2006 году предусмотрено порядка 150 тысяч рублей. В год порядка убирается, наверное, 100 гаражей по всему городу. Обычно мы все сносим убираем самостоятельно, то есть забирается гаражей очень мало самостоятельно. Имущество мы храним на своей специализированной оборудованной площадке, храним его в течение года. Потом оно утилизируется. Например, вот этот незаконный гараж на улице Ломоносова мешает проходу и стоит в аккурат рядом с детским садом. Заведующая не раз обращалась к властям с просьбой убрать самовольную постройку, где хозяин установить не удалось, но уведомления о скором сносе регулярно срывают. После вскрытия гаража рабочие обнаружили в нем старенький «Жигули». Номера с советских времен и, скорее всего, на учете в ГИБДД уже не чистятся. Жители соседнего дома знают хозяев странения. Ее звать Беркатална, муж у нее лежал, не ходил, она за ним ухаживала. Но она тоже здоровая, уже куда есть, 80 долларов, почему? Вот и выходит, что многие гаражи уже давно заброшены, а некоторые просто превратились в свалку мусора. Но проблема гораздо глубже, говорят специалисты. Сносить такие постройки самовольные просто необходимо. Очень часто они являются действительно бесхозными. Там организуются просто бытовые свалки несанкционированные. Там иногда проживают люди без определенного места жительства, что может приводить к пожарам, к травматизму. Но, например, дети очень часто падают с таких несанкционированных гаражей. Эти постройки просто стояли на коммуникациях, например, на водопроводе. И своим весом просто проламывали водопровод и целые дома оставались без воды. Выход у владельцев незаконных гаражей есть. Они могут перенести самовольную постройку в гаражный кооператив. Либо добровольно убрать ее. В реестре самовольных построек, подлежащих сносу только в Октябрьском районе Архангельска, сегодня стоят более 30 объектов. А на поповодь не существует автограф дня. Утвержден проект бюджета региона на следующий год. Основные параметры главного финансового документа области были озвучены на заседании в правительстве. Общий объем доходов областного бюджета должен составить почти 60 миллиардов рублей. Сумма расходов на 2 миллиарда больше. В условиях финансового дефицита бюджетные приоритеты неизменны. Все социальные обязательства сохраняются. Меры поддержки населения, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг, увеличены почти на 6%. На уровне текущего года сохранены расходы на детскую оздоровительную компанию. Бюджет следующего года формируется предельно тяжело. И сегодня, после того, как мы с вами его рассмотрим, я знаю, что вы тоже много работали все выходные, была напряженная работа в правительстве, мы должны предоставить его нашим коллегам-депутатам. Нам буквально по копейке нужно будет коллегам объяснить, проговорить, определить все наши аргументы. Добавлю, что впервые уменьшать дефицит бюджета власти будут не кредитами, а доходами от приватизации областного имущества. Это позволит не увеличивать государственный долг по морям. Ситуация требует от всех нас активизировать работу по повышению эффективности бюджетных расходов. В целом, для вхождения в очередной финансовый год сформированный бюджет содержит минимально необходимый объем ассигнований, в том числе и по мерам социальной поддержки. Что касается областной адресной инвестиционной программы, то ее финансирование на следующий год составит полтора миллиарда рублей. Почти половина этой суммы будет направлена на переселение граждан из аварийного жилого фонда. Проект бюджета областные депутаты рассмотрят на очередной сессии 30 ноября. После реконструкции открылась автомобильная дорога Бринаволок-Плесецк. Это второй из пяти реконструируемых участков трассы Архангельск-Каргополь-Вытигра. Из Плесецкого района мой коллега Алексей Карельский. Год назад, в ноябре, на той же трассе Бринаволок-Каргополь-Вытигра, те же люди занимались тем же самым. Освещали и открывали новый участок дороги. Кому дежавю, а кому и праздник. Автолюбителям нашего региона и жителям Плесецкого района уж точно. То, с чего мы начали в начале 2015 года, был 50-килонетровый грунтовый участок, который славился своей колейностью, неровностями, некомфортными условиями. И к концу 2018 года мы должны все закрыть в качественное асфальтно-бетонное покрытие. Всего на перегоне Бринаволок-Плесецк мы имеем пять пусковых комплексов. Сегодня мы принимали в эксплуатацию второй пусковой комплекс. Общей стоимостью 766 миллионов рублей. 93% этих средств – федеральные деньги. Пошли они на реконструкцию 12-километрового участка «Сухое самодет». Велась она с июля 2015 года по октябрь 2016. Теперь вместо грунтовки, под ногами и колесами, заасфальтированная дорога третьей категории. Строители к тому же спрямили несколько аварийно-опасных поворотов. Верной тропой теперь пойдет и экономика Плесецкого района, уверяет его глава Алексей Сметанин. Эффект местные жители ощутили уже в 2015 году, после сдачи первого участка трассы. Транспортная доступность стала гораздо быстрее от города Архангельска до Плесецкой предприятия, которые сегодня трудятся в интернете Плесецкого района. Гораздо комфортнее себя чувствуют в этом межсезонье по доставке, конечно, грузов как продуктов питания, так и пиломатериалов. А если говорить о безопасности дорожного движения, в первую очередь говорить про населенные пункты, и мы понимаем, что в планах это обход этих населенных пунктов в «Самодет», в дальнейшем станции «Емца». Это, конечно, разгрузка населенного пункта от большегрузного транспорта. Меньше транспорта, значит, спокойнее могут чувствовать себя жители этих поселений. Способствует безопасности и дорожная инфраструктура. На данном участке установлены новые барьерные ограждения, также новые дорожные знаки. Есть участок нового направления через ручей Варс-ручей, где смонтировано искусственное сооружение, арочный мост взамен старого моста. Работа на участке велась вахтовым методом, круглосуточная. Круглосуточный ремонт дороги уже фактически обеспечил хорошее круглогодичное сообщение района с областным центром. То, что было несколько лет назад, когда весна, осень, она была фактически непроезжая, то есть то, что сейчас, когда она уже соответствует нормальному классу дороги, это позволяет действительно вводить новые маршруты автобусов, о которых мы сейчас думаем. Но это будет только после того, как следующие участки, 3, 4, 5, будут окончательно реконструированы. Можно даже уже будет говорить о межрегиональных рейсах, то есть уже за границей Архангельской области. Момент важный, особенно если учесть, что по этой обновленной трассе путь от Архангельска до Санкт-Петербурга короче почти на 300 километров, чем через Вологду. Эта дорога связывает и с космодромом Плесецк, к федеральным объектам, который важен для Российской Федерации. Конечно, губернатор в этом случае особое внимание уделяет этому проекту. И в 2018 году эта дорога при совокупице к той сети федеральных трасс, то есть мы ее доделаем и передадим в федеральную собственность. Это будет хорошо, и тем самым мы можем привлечь больше средств для наших областных дорог. Дорога должна перейти в федеральную собственность с 1 января 2019 года, если, конечно, к этому времени будет завершена реконструкция всех пяти участков. Строители, судя по всему, в график укладываются. Работы на третьем участке уже начались. Алексей Карельский, Артем Юдин, Автограф дня. К другим темам. Северодвинский мост, возможно, закроют на ремонт. Он был построен в 1964 году и с тех пор не видел капитального ремонта. Сейчас проводится комплексное его обследование. О предварительных результатах мы узнали сегодня. Обследование показало, что просадка балок порядка двух миллиметров, что свидетельствует о достаточно хорошем состоянии непосредственно балок и бетона. Но также обследование показывает то, что определенные есть дефекты. И данные вот этого обследования непосредственно будут использовать при проектировании уже непосредственно ремонтных работ. Продолжаем выпуск. Массовые беспорядки были пресечены в одной из колоний регионального УФСИН. В мятеж вовлечено свыше ста человек. Такова краткая фабула состоявшихся учений. По легенде, во время утреннего подъема группа осужденных прибыла к зданию дежурной части, требуя выпустить одного из отбывающих наказания. Далее. Погром магазина, клуба и даже разжигание костра. Силами учреждения ликвидировать массовые беспорядки не удалось. То есть, был объявлен сбор личного состава центральной оперативной зоны. На сегодняшних такт специальных учениях у нас задействовано порядка 400 человек наших сотрудников. И взаимодействующие органы, это отряд внутренних войск специального назначения. Также задействовано 6 единиц техники. Из них 2 единицы бронетехники. В завершении учений прошел смотр конкурс на лучший сводный отдел. Он включал в себя демонстрацию строевых приемов с автоматом Калашникова, средствами индивидуальной бронезащиты и активной обороны. По итогам конкурса первое место занял сводный отдел управления по конвоированию регионального УФСИН. Далее информация для потребителей. И уже меньше, чем через минуту, мы продолжим наш выпуск. Меховая выставка «Зимняя сказка». Норка от 25 тысяч рублей. Архангельск с 8 по 20 ноября. ТЦ «Корона». Более 20 тысяч товаров в ассортименте. Кипермаркет «Макси». Вся семья довольна. Скидка по карте «Макси» 5% на все товары. Кроме алкоголя и табака. С 10 ноября по 16 ноября. Мандарины. Всего по 59,90 за килограмм. Огромный выбор российских новогодних елочных украшений. Стеклянные, развесные, ручной работы и многое другое. Воскресенская 6. Магазин ткани. Встречайте «Кировская фабрика» с новой коллекцией норковых шуб. С 9 по 13 ноября. В ТРЦ «Сафари». Город Архангельс. О социально-экономическом развитии Поморья шла речь на встрече Игоря Орлова с лидерами союзного движения региона. Губернатор рассказал, что в этом году на 15% выросла добыча полезных ископаемых, на 20% производство пилет. Рост по всем показателям отмечен в сельском хозяйстве. О завершении строительства ряда объектов по программе переселения из аварийного жилья в Архангельске позволит выйти на показатели 2015 года. Прорыв, совершенный в строительстве дорог, также растут инвестиции в регион. Конечно, индекс промышленного производства у нас упал, где-то процента чуть больше 4 за эти 9 месяцев. Но опять-таки, это тенденция, которая привносится региону. На этом фоне объем инвестиций у нас растет. Растет где-то 15%. Члены областной федерации профсоюзов обсудили с главой региона вывод непрофильных услуг бюджетных организаций на аутсорсинг, повышение зарплаты работникам бюджетной сферы и МРОД для жителей Севера. Сегодня стали известны имена лауреатов Ломоносовской премии 2016 года. Эта уникальная региональная награда вручается тем, кто внес большой вклад в развитие науки, техники и культуры, а также способствовал практическому решению социально-экономических проблем Архангельской области и северных регионов России. В этом году конкурсная комиссия рассмотрела работы, авторами которых являются 38 человек. Чьи труды отмечены на этот раз, узнаем прямо сейчас. Ей уже 18 лет, и с каждым годом Ломоносовская премия все убедительнее доказывает, не перевелись еще таланты на землепоморской. В номинации «Молодые ученые» вручаются две награды. Одна из них в этом году досталась Антону Хабарову и Михаилу Шиловскому, инженером-конструктором «Севмаша». Они разработали высокоскоростные подшипники, которые снискали огромную популярность у производственников. Еще одна награда будет вручена научным сотрудникам Института физиологии и природных адаптаций Анне Самодовой и Ольге Корякиной за разработку программ иммунно-реабилитации. Четыре больших ломоносовских премии установлены правительством региона, и по инициативе губернатора Поморья Игоря Орлова размер этих выплат был увеличен до 100 тысяч рублей. Такую сумму и медаль получит авторский коллектив предприятия «Котловская» за создание уникального зимостойкого сорта «Азимы ржи» – «Берегиня». Практически 100% членов комиссии проголосовало именно за эту работу. Очень интересная работа. Выведен уникальный сорт «Ржи». Не только он конкурентоспособен, но и позволяет увеличить урожайные зерна на 20%. Лауреатом премии стали медики Первой городской клинической больницы за использование нового метода терапии при инфарктах головного мозга. В этом году есть и персональные номинанты. Награды имени Ломоносова получат заведующий кафедрой высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ Марсель Губайдулин за цикл работ об экологических проблемах основания ресурсов Поморья и автор документального фильма «Архангельск 1941-1945» Александр Антонов. Честование обладателей премии пройдет 17 ноября во время пленарного заседания Ломоносовских чтений. Впрочем, одним днем обширная программа форума не ограничивается. Не зацикливаемся только на дни рождения и дня проведения пленарного заседания. У нас действительно масса мероприятий в течение года проходит. Буквально недавно мы подвели итоги малых ломоносовских чтений, в которых участвовали студенты учреждений среднего профессионального образования. Я должен сказать, что уровень работ, который они представляют, достаточно высок. И это отмечают профессионалы. Самим ломоносовским чтением исполняется 45 лет. И с каждым годом форум все убедительнее доказывает, не перевелись еще таланты на земле Поморской. Светлана Дейнек, Александр Антонов, Ольга Красулина. Автограф дня. Мой коллега Алексей Шемякин готовит к эфиру очередную итоговую программу «Семь дней в регионе». И вот только некоторые темы, которым посвящен выпуск. Отрезаны от внешнего мира. Жители Реушеньги брошены выживать. Мы не можем выделить средства на одну статью, оставив другие мероприятия, которые также жизненно важны городу, без обеспечения их средствами. Почему в этом году одним розчерком пера чиновника люди на острове оказались забытыми? Ожидаем получить ответы на вопросы от начальника речного порта Архангельск Романа Епишева. Маленькая жизнь в отдельно взятом переходе. Честно, страшно здесь. Реально страшно. Почему единственный подземный переход в Зеленом Бару у местных жителей вызывает только раздражение? Попробуем разобраться вместе. По осени теперь считают депутатов. Сколько их будет в областном парламенте нового созыва? Это сокращение государственных расходов. Это сокращение государственных чиновников. Это сокращение неэффективных расходов. Что изменится от уменьшения количества народных избранников? Будет ли в этом толк? Выслушаем в том числе и мнение одного из политических тяжеловесов региона, Александра Иванова. Кроме того, назначение недели и отставка недели также в нашем эфире. Об этом и не только в воскресенье 13 ноября в 10 часов в прямом эфире телеканала ПС. Смотрите нас. Продолжаем выпуск. Есть такая профессия патриотов воспитывать. Сегодня в Архангельске открылся зональный центр патриотического воспитания. Разместился он в Соломбале на базе военно-патриотического клуба «Орден». Это уже третий такой центр, открытый в Поморье в 2016 году. Процесс патриотического воспитания многогранен. Но и нельзя забывать о некоторых геополитических вызовах. У нас, к сожалению, был определенный период в истории, когда армия не обладала определенным авторитетом. И сейчас этот авторитет должны поднять. Именно поэтому мы сейчас много очень уделяем вопросов мероприятиям именно по профориентации и подготовке именно к военной службе. Система зональных центров позволит совершенствовать систему военно-патриотического воспитания. В регионе школьники и школьницы со знанием дела рассказывают о том, какие дисциплины изучают. Учишься разбирать автомат, магазин, строевой подготовки учишься. Всегда обгоняешь другие классы по физподготовке. Сначала было трудно, а сейчас уже совсем не трудно. У нас все девочки спокойно разбирают автоматы, строевая подготовка. У всех очень хорошая физкультура. Зональные центры патриотического воспитания уже открыты в Новодвинске, Котласе, Пинежском районе. Архангельский центр возьмет на себя координацию патриотического воспитания и допризывной подготовки в Поморской столице. Появилось еще одно место, куда любой педагог города Архангельска, да и не только, может обратиться за рекомендациями, за помощью, попросить провести урок мужества или подружить их и свести с той организацией, с которой им будет более интересно. Помочь выбрать направленность, может быть даже разработать какое-то положение или просто понять, как именно построить программу подготовки ребят именно в области военно-патриотического воспитания. До конца 2020 года зональные патриот-центры появятся во всех районах Архангельской области. Все в соответствии с концепцией федеральной системы подготовки граждан к военной службе. На этом я прощаюсь с вами с пожеланиями отличных выходных и только хороших новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова